Здравствуйте, с вами я, Сид Рот. Добро пожаловать в мой мир, где все естественное и сверхъестественное. Мой сегодняшний гость утверждает, что ощущать чудеса каждый день – это нормально. Вы готовы стать нормальными людьми? Существует ли сверхъестественное измерение? Сид Рот провел более 40 лет, исследуя странный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к Сиду в этом выпуске программы. Это сверхъестественное. Здравствуйте, с вами Сид Рот и Кинан Бриджес. Мы с доктором Бриджесом, давние друзья. Кинан, вы же перешли на новый уровень в духе, ведь так? Да, так оно и есть. Я видел это вчера своими глазами, когда вы делали для нас запись. Как давно это уже с вами происходит? Это стало происходить со мной около года назад. Господь словно наделил меня новым уровнем славы. А может ли верующие ежедневно ощущать чудеса от Бога? Да, это интересно. Но реальность такова, Сид, что мы можем не только ежедневно ощущать чудеса, но я скажу людям еще вот что. Это наследие, которое мы получили. И это еще не все. А в эти дни Сид мы просто обязаны ощущать чудеса. Вот почему Бог показал, как церкви и верующие ощущают Бога по всей земле. Вы называете это всемирной славой. И я верю, что слава Господне вскоре наполнит собой всю землю, так же, как воды наполняют моря. Об этом сказано в Библии. Где-то я уже это читал, припоминаю. Да, так сказано в Писании. Просто удивительно, что сейчас происходит в мире. Куда бы я ни направился, всюду, куда бы я ни пошел с этим посланием, оно приходит туда через Царство Небесное. В жизни людей начинают происходить самые великие чудеса. И самое прекрасное заключается в том, что не только люди со степенями, авторы и те, кого часто показывают по телевизору, ощущают этот фейерверк чудес в своей жизни. Но и обычные матери, и учителя, и даже люди, которые заняты на совершенно заурядных работах. У вас было какое-то видение о конфетах Скитлз? Ведь так? Да, я просто обожал Скитлз в детстве. Вот почему Бог обратился к этому образу, чтобы поговорить со мной. В этом видении я увидел прекрасное поле. Это было просто шикарное золотое поле, и тут внезапно с небес пошел дождь из конфет Скитлз. Там были все вкусы. Вы оказались на небесах? Это был настоящий рай для меня. Я знаю, что меня на небесах точно ждет Скитлз. И когда эти конфеты начали падать словно дождь, Бог заговорил со мной, потому что я не понимал, что происходит. Бог сказал, это олицетворяет собой мое необычайное благоволение и мое чудесное провидение для верующих по всему миру. Вскоре мы увидим такое сильное излияние благоволения, какого мы никогда раньше не видели, а также сильное излияние чудесного провидения, которого мы никогда раньше не видели. Бог сказал мне, что его дети будут вкушать его сладость и его благость как никогда до этого. Поэтому нам нужно подготовиться. Си, ты знаете, что самое прекрасное во всем этом? Это касается не только меня. Это касается не только вас. Это ждет каждого, кто слышит прямо сейчас мой голос. Это для тех, кто смотрит нас. Я считаю, что мы должны принять то, что Бог говорит своему народу. Не стоит оправдываться. Не стоит ограничивать себя. Я хочу прочитать вам то, что сказал мне Господь. Я прочту это для наших зрителей. Однажды Господь разбудил меня и сказал мне следующее. Я призвал тебя для близости. Я призвал тебя взглянуть на меня и увидеть мое сердце, мой замысел, мое предназначение для твоей жизни. Для тебя настало время отвернуться от страха, отвернуться от гордыни. Я приведу тебя к тому, что я называю проявлением настоящего времени. Царство невозможного откроется для тебя по-новому. Приготовься, фейерверк славы уже здесь. А вот что сказал мне Господь. А еще вы учите тому, что действия активируют чудеса. Это так? Да, конечно. Каждое библейское чудо было в буквальном смысле активировано действиями того, кто поверил. Мне вспоминается женщина из Евангелия, которую мучили кровотечения. В Библии говорится, что она сказала себе, «Сегодня я исцелюсь. Сегодня я получу свое чудо». И вот она протиснулась сквозь толпу. Иногда этой толпой являются не люди. Иногда этой толпой является страх. Иногда эта толпа – это семьи. Все, что окружает вас, но вы должны быть готовы протиснуться сквозь эту толпу, из чего бы она ни состояла. Вы должны придерживаться Божьих сил и замысла для ваших жизней. Слово Божие являет чудеса. Знаете, что я слышу прямо сейчас? Вы говорите, «Перестаньте оглядываться назад». Вы говорите, «Это новый день». Вы говорите, «Это новое начало». Вы говорите, «Скоро Бог обратится и к вам». А вот что вы говорите. Да, именно это я и говорю. Это происходит прямо сейчас. Прямо сейчас. Отец, во имя Иисуса, я являю свежую славу повсюду. Откуда бы вы нас ни смотрели, где бы вы ни находились прямо сейчас, к вам входит Бог. К вам приходит вечность. И знаете, что еще? Прямо сейчас нет никаких барьеров. Нет больше никаких ограничений. Эту славу ничто не останавливает. Прямо там, где вы сейчас находитесь, происходит настоящий фейерверк славы. И вскоре вы ощутите Бога как никогда прежде. Я говорю вам, слава сейчас здесь, и она идет дальше. Она идет к вам. Она действует. Она творит чудеса в вашей жизни. Бывает так, что вы видите что-то новое. Это касается и финансовых чудес. Это нечто за пределами всего, о чем вы когда-либо слышали, дорогие зрители. Разговоры о процветании или финансах у людей часто вызывают очень негативную реакцию. Многие не любят их слушать, но вы считаете, что такие люди словно бросают ребенка в ванну, полную грязной воды. Да. Знаете, если чем-то злоупотребляют, то это еще не означает, что это ложная идея. Многие люди пострадали, доверившись словам о процветании. Ими манипулировали. Их доверием злоупотребляли. Их попросту использовали, и это оставило у них на душе осадок. Но вот что говорит вам Бог. Отныне финансовые чудеса, которые я совершаю, больше не связаны со сбором денег. Теперь они основаны на славе. Я собираюсь сделать это сам. До нашего эфира вы рассказали мне, что не так давно были на встрече, и внезапно, во время сбора пожертвований, людям там явилась слава Божия. Что там произошло? Это было просто потрясающе, Сид. Я был на этой встрече, и тут наступило время сбора пожертвований, а вместе с ним пришла и слава. Никто о ней даже ничего не говорил. Никто не просил пожертвовать конкретную сумму денег. Ничего такого не было. Когда мы славим Господа, мы не говорим ни о чем другом, и тогда Господь приходит к нам и сам собирает деньги. И происходит то, о чем мы можем прочесть в деяниях. Там сказано, что когда слава пришла к верующим, люди стали приносить в церковь свои вещи. И никто больше не испытывал нужды ни в чем. Сид, в той церкви я увидел целый поток людей, дающих Богу ответ. Никто не просил их делать пожертвования, но они их делали. И такое вижу повсюду, где мы бываем. Я вижу это всюду. Расскажите сейчас про пастора, который жутко не любил говорить о деньгах, а потом что-то изменилось в его жизни. Кстати, позвольте мне еще кое-что добавить. Я сам был таким всего несколько лет назад. Я тоже не любил говорить о деньгах, так что мне это очень знакомо. Я прекрасно помню этого молодого пастора. Он подошел ко мне и сказал, мне совсем не нравится говорить о финансах и тому подобных вещах. Потом он добавил, что понял, что тем самым он непреднамеренно принял менталитет бедняка и мышление нуждающегося. Я поделился с ним несколькими идеями о Божьей экономике. Он послушал меня, и эти идеи вошли в его дух. И тогда он обратился к Богу и сказал, «Боже, прости меня за мой менталитет нуждающегося. Я раскаиваюсь в этом, потому что знаю, что у тебя есть изобилие для меня». И когда он это сделал, кое-что произошло. Он вышел из церкви, тут к нему подошли люди и сказали, «Пастор, мы не знаем почему, но мы должны вам это отдать». И с этими словами они передали ему чек на 7 тысяч долларов. Затем, когда он в буквальном смысле стал плакать от радости у себя в кабинете после произошедшего, кто-то еще зашел к нему и сказал, «Где тут пастор?» Господь только что обратился ко мне и сказал, что я должен пожертвовать пастору этой церкви 10 тысяч долларов. Учтите, при этом никто ни у кого не просил денег. Да, это произошло сразу после того, как выявили ему откровение, когда он услышал его, оно начало изменять все, что его окружало. Но знаете, что еще? В следующее воскресенье он пришел в церковь, и один человек сказал ему, «Пастор, я тоже от этого страдал». Но после того, как вы пришли к нам и раскаялись в том, что у вас раньше был менталитет нуждающегося, со мной кое-что произошло. Ко мне подошли люди и сказали, «Бог сказал нам оплатить год твоей ипотеки». И они прямо там выписали ему чек на 15 тысяч долларов. А сейчас скажу вам еще одну важную вещь. Когда Бог что-то делает, а человек с этим не связан, это не манипуляция, это не мошенничество. Но когда к нам спускается сам Бог и вершит свои деяния, никто не может опровергнуть этот факт. И я верю, Сид, что вскоре нас ждет время неоспоримых чудес. Я говорю о том, что вскоре многие люди скажут, «Знаете, мы были неправы, мы совершенно не знали Иисуса. Он настоящий, Он живой и вершит свои деяния». Вскоре Бог будет совершать такие необычайные чудеса повсюду. И еще, Сид, я говорю вам, что это будет деяние Божьего Духа. Бог вершит свои деяния для нас. И это не нужно ждать. Это уже происходит прямо сейчас. Хорошо. Мы должны ожидать этого, потому что именно такое отношение создает подходящую атмосферу для чудес. Иначе говоря, мы должны жить в ожидании каждый день. Каждый день, когда я просыпаюсь по утрам, я говорю себе, «Со мной обязательно произойдет что-то хорошее». А вот что я говорю, «Когда просыпаюсь по утрам, со мной обязательно произойдет что-то хорошее». А еще, что-то хорошее произойдет благодаря мне. Я не просто обретаю чудеса, но и передаю их дальше. Да. Многие люди спрашивают, почему вы так внимательно относитесь к чудесам? В чем заключается истинная цель чудес? Видите ли, чудеса происходят не для того, чтобы впечатлить людей. Они происходят не для того, чтобы продвигать аккаунты в соцсетях. Их цель, согласно Евангелию от Марка, вот в чем. У веровавших будут сопровождать знаки. Чудо — это Божий замысел, чтобы явить нам силу Его Царства над всеми другими царствами. Чудеса являют нам, что Бог, которому мы служим, это Бог живой. Это очень важно. Мы не должны следовать за наукой, но мы следуем только за Ним, а наука следует за нами. Это касается и чудес исцеления. Если я где-то уступаю и говорю, кому из вас нужно исцеление, почти все поднимают руки. Киннон, вы постоянно видите это даже в своей собственной церкви. Вы рассказали мне об одной болезни. Я все еще не могу запомнить, как она называется. По-моему, Витилиго, да? Да, Витилиго. Да, Витилиго. Это нарушение пигментации. У страдающих им людей нарушается пигментация кожи, и в результате на их теле образуются пятна. Но это скорее эстетическая проблема. Я хочу прояснить вам, что эти пятна не создают никаких особых проблем для здоровья. В нашей церкви есть один молодой человек. Его к нам привела его мать. Примерно треть его головы была покрыта такими пятнами. Я сказал его матери, Бог может это исправить. Я сказал лишь эти славы. Я не стал долго молиться, я не отводил их к себе в кабинет, не воскладывал руки на них, я не втирал елей в его кожу, ничего такого. Я просто сказал, Бог может это исправить. Когда вы так сказали, вы верили, что Бог это сделает, разумеется, вне всякого сомнения. Господь бодрствует над своим словом, чтобы оно скоро исполнилось. Мы должны сказать то, что Он уже сказал. Он сказал, что Он целитель. А Он сказал, что Его Слово не вернется к Нему тщетным. Когда мы приходим к согласию с Богом, мы получаем право на то, о чем говорится в Евангелии от Матфея. А именно, что если двое или более человек согласятся, они получат то, о чем просят. Когда вы соглашаетесь с Богом, рядом всегда найдется еще пара согласных. Когда вы и Бог живете в согласии, это прекрасно. Так вот, мы помолились, и через две недели пятна исчезли. У нас есть его фотографии. А вот они. А если бы эта женщина обратилась к врачу, ей бы дали лекарства, которые излечили бы сына? Точно нет. Тогда это настоящее чудо. Это... Да, видите ли, чудо, это когда Бог прерывает естественный ход человеческих дел. Это когда Бог вмешивается в естественный ход событий нашей жизни. У вас произошел фейерверк чудес в Австралии. Это были чудеса сотворения. Что-нибудь расскажите о них. Да, я проповедовал на той встрече в Австралии. Там ощущалась великая сила. Итак, я проповедовал на той встрече и вдруг замер, потому что у меня было слово знания. Я сказал, у кого-то из вас сейчас откроются глаза. Я не знал, что с одним из наших техников несколько лет назад произошел очень серьезный несчастный случай, в результате которого его глазное яблоко потеряло связь с мозгом. Его глаз ничего не соединяло с мозгом. То есть он ничего им не видел. А это можно было как-то вылечить медикаментозно? Нет, его состояние было неизлечимо. Врачи никак не могли взять и прикрепить его глаз обратно к мозгу. Он им ничего не видел. Это было никак не исправить. И внезапно ему оставалось надеяться только лишь на Бога. Да, ему оставалось надеяться только на Бога. И в тот момент у него в голове словно что-то щелкнуло. Именно так он это описал. У него в голове что-то щелкнуло, потом что-то лопнуло, и в тот же момент его глазное яблоко снова соединилось с мозгом. И тут он начал кричать. Он начал орать и прыгать как бешеный. Он кричал «Мой глаз! «Мой глаз! Мой глаз!» Его жена решила, что он спятил или что-то в этом роде, потому что он кричал «Мой глаз!» Он тыкал себе в лицо руками и кричал «Смотри, мой глаз!» И он видит Ким до сих пор. Когда Кинон молится, и такое может не только он, но и каждый из нас. Когда Кинон молится, является слава Божией, и сам он говорит Слово Божие. Любой может говорить Слово Божие, но чудеса происходят именно в этой славе. Когда мы вернемся после паузы, я попрошу Кинона помолиться. О чем именно? Чтобы нам явились чудеса во славе Божией. Мы скоро к вам вернемся, поэтому никуда не уходите. Кинон, в своем учении, в своих работах вы говорите о культуре царства. Что вы подразумеваете под этими словами? Я считаю, что в то время, в которое мы живем, мы должны принять культуру царства. Мы должны принять культуру царства, причем не только культуру церкви или религии. Мы должны принять культуру царства. Апостол Павел сказал, я пришел к вам не с убедительными словами человеческой мудрости, а с явлением духа и силы. В Библии сказано, царствие Божие не мясо и питье, но праведность и мир и радость со Святым Духом. И поэтому вы должны принять особый способ поведения, если мы хотим видеть это в нашей жизни. А сейчас я бы хотел, чтобы вы помолились за тех, кто никогда не ощущал Бога и никогда не рождался свыше, а также за тех, кто уже это ощутил когда-то, но чувствует потребность в раскаянии. Поведите их в молитве. Да, я вас понял. Я советую вам повторять эту молитву за Кинаном. Я сам тоже буду повторять ее за Ним. Я хочу помолиться за вас прямо сейчас. Господь послал мне видение, в котором я попал на небеса, и у меня произошла там важная встреча. Я не могу сказать точно, вышел ли я тогда из своего тела или нет, но я увидел лик Иисуса. Это было самое чистое, самое святое и могущественное лицо, которое я когда-либо видел. Его глаза были как пылающий огонь, и он сказал мне, «Скажи моему народу, что есть нечто большее». И вы тоже можете стать одним из тех, кто хочет испытать нечто большее. Отец своими Иисусом, я молюсь за тех, кто слушает и смотрит меня сейчас. Отец, я молюсь о том, чтобы ты в буквальном смысле явил себя им. Пусть они ощутят тебя. Если они не знают тебя, то пусть они попросят Иешуа, попросят Мессию войти к ним в сердце. Скажите, «Господь Иисус, я раскаиваюсь во всех своих грехах, и я провозглашаю, что ты умер за меня. Я прошу омыть меня и очистить меня, и обновить меня. Я пускаю тебя в свою жизнь прямо сейчас. А теперь скажите, Отец, я благодарю тебя за то, что мое сердце готово, а моя жизнь открыта для явления Твоей славы». Пусть прямо сейчас начнется настоящий фейерверк, чудес в моей жизни, и через нее во имя Иешуа. Аминь. Кейнон, здесь сейчас так сильно ощущается Бог. Он ощущается и в нашей студии, и во всех церквях, и у всех, кто смотрит нас у себя дома. И сейчас я хочу, чтобы вы явили людям чудеса. Начните провозглашать чудеса. Отец, прямо сейчас во имя Иисуса, во имя Твоего сына Иешуа, я говорю, что Ты чудотворец. И мы просим Тебя начать совершать чудеса прямо сейчас. Я чувствую, что прямо сейчас чей-то глаз начинает видеть. А еще я вижу, что у кого-то исцелился артрит, а кто-то исцелился от фибромиалгии. Я посылаю вам исцеление от тревоги и депрессии во имя Иисуса. Те, кому нужно финансовое чудо, небеса прямо сейчас увеличивают ваши финансы. Дух нужды покидает вас прямо сейчас во имя Иешуа. Дух Божий разливается сейчас по всей этой студии, и слава Господне является нам. Я вижу, как чей-то сын прямо сейчас возвращается домой. И этот блудный сын, эта блудная дочь, этот ребенок преображается. В вашей церкви скоро произойдет настоящий фейерверк чудес. Ваш бизнес сейчас пропитывается славой. Прямо сейчас вы переходите на новое место, на новый уровень. Я посылаю вам исцеление и чудеса прямо сейчас во имя Иисуса. Для этого вам нужно будет просто начать действовать по своей вере. Если вы обрели свое чудо, примите, что вы исцелились. Делайте то, чего вы не могли делать раньше. Двигайте руками, смелее. Наклонитесь, если у вас были проблемы со спиной. Когда вы начнете двигаться, чудо продолжит проявляться. Действие активирует чудеса. Вы должны двигаться и верить, что все совершилось. Давайте закончим этой прекрасной мыслью. Действие мотивирует чудеса. Смотрите в следующем выпуске. Я верю, что в эту декаду будет необходимо, чтобы наши слова соответствовали небесам. Мы должны говорить то, что говорит Бог. Должны соответствовать пророческим словам, писаниям. Мы должны говорить и превозглашать все согласно Божьему Слову. Вот почему так важно, чтобы мы провозглашали все время. Я хочу сказать вам, что вы можете не просто приказать силам тьмы разбежаться, но и приказать всем бесам, которые выступают против вас, уйти. У Божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв, когда угодно и где угодно. ISN онлайн-сеть — это сверхъестественно. Для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров благодаря бесплатному приложению ISN. Миру не нужна еще одна христианская телесеть. Миру нужны программы, которые будут менять их жизни с ощутимым влиянием Божьего присутствия. Людям нужна возможность иметь к ним доступ когда угодно и где угодно. Вы должны получить это. ISN — это записи наших программ, доступные 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, на вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятка впечатляющих эпизодов, загрузите приложение бесплатно. Где угодно и когда угодно. У Бога нет ограничений, как и у вашего доступа к Божьему сверхъестественному. Вы когда-нибудь чувствовали себя таким нелюбимым, что вам не хотелось жить, и вы думали, что без вас мир будет лучше? Но вот в чем правда. Есть тот, кто любит вас очень сильно. Еще до сотворения человечества он знал о вас все и приготовил для вас обильные благословения. Он видел все ваши слезы, радовался с вами во все радостные моменты в вашей жизни. Он наблюдает за вами с утра до ночи. Он ваш самый большой поклонник. Он сформировал вас в утробе матери. Он усыновил вас в свою семью еще до сотворения мира. Он заботился о вас от самого рождения. Он говорит, что вы дивно сотворены. Его мысли о вас больше, чем песка в море. Он сказал, если родители откажутся от вас, он всегда вас примет. Даже если ваша мать забудет о вас, он никогда вас не забудет. Он будет для вас настоящим отцом. Он избрал вас, чтобы вы были частью его семьи. Он обещает, что вы можете положиться на его любовь к вам. Его любовь совершенна. Он никогда вас не покинет. А если вы приблизитесь к нему, он обещает, что приблизится к вам. Мы хотели бы больше рассказать вам о нем. Пройдите по ссылке, и вы получите бесплатную купью книги «Они подумали о себе». Заходите на наш сайт уже сегодня. У божьего сверхъестественного нет границ. Теперь нет границ, и у вашей возможности получить свой прорыв когда угодно и где угодно. ISN — онлайн-сеть эта сверхъестественная. Теперь доступна для ваших мобильных устройств и смарт-телевизоров. Люди с восторгом смотрят наши программы о чудесах. Теперь и вы тоже сможете пережить такое же прикосновение от Бога. Присоединяйтесь к нам. ISN — это записи наших программ 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. На вашем мобильном устройстве и смарт-телевизоре. Смотрите наши спецвыпуски с всемирно известными учителями. Выбирайте из десятков впечатляющих эпизодов. Загрузите приложение бесплатно. Расписание передач по телевизору рассчитано на наших родителей. С приложением ISN я смотрю их по своему расписанию. Приготовьтесь получить свой прорыв, свое исцеление и свое чудо. Загрузите приложение ISN сегодня.